Бахмут не захвачен, его просто нет. Санкции против китайских компаний и дрон Камикадзе от Беларуси. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Страшные и нелогичные санкции против Польши готовят к Госдуме РФ. Польша существует как государство только благодаря нашей стране. Митинги проходят в Молдове и Грузии, но есть нюансы. Тбилиси становится вторым по популярности направлением среди россиян. Пишите нам комментарии, свои мысли. Спасибо, что вы с нами. Я прошу вас подписывайтесь, ставьте лайки на видео, тогда его увидят большее количество людей. Спасибо за доверие. Начнем. Владимир Зеленский на встрече с Джо Байденом не подтвердил взятие россиянами Бахмута, но сделал очень важную и странную оговорку, которая сбивает с толку. Русские заявили, что они взяли Бахмут? Я думаю, нет. Но вы должны понимать, что там ничего нет. Они уничтожили все, там нет целых домов. К сожалению, это трагедия, но сейчас Бахмут только в наших сердцах. Там нет ничего в этом месте, только земля и много мертвых русских, которые пришли к нам. Наши защитники в Бахмуте проделали мощную работу и, конечно, мы признательны им за эту невероятную работу. Я напомню, что вчера Евгений Пригожин снял видео с российским флагом на развалинах якобы Бахмута и сказал, что он взят. Затем взятие города подтвердили в российском Минобороне, а ночью Путин поздравил вагнеровцев и помогавших им подразделения Минобороны РФ со взятием города. Институт изучения войны об этом тоже пишет, что даже если так, эта победа символическая. Последние несколько городских кварталов Восточного Бахмута, которые, по словам Пригожина, были захвачены силами группы «Вагнер», не являются важными ни с тактической, ни с оперативной точки зрения. Их захват не дает российским войскам оперативно значимой территории для продолжения наступательных операций или какой-либо особо сильной позиции, с которой можно было бы защищаться от возможных украинских контратак. Аналитики института предполагают, что слова Пригожина об отводе своих подразделений из Бахмута, о замене их на подразделения Минобороны РФ, это попытка ввести в заблуждение украинские войска, с одной стороны. А с другой стороны, подразделения «Вагнера» понесли большие потери и вряд ли могут продвигаться вперед, используя Бахмут как плацдарм для наступления. С каждым успехом наших вооруженных сил, он считает, что именно Запад все больше поддерживает нас. Ну, где-то в этом логика есть. Поэтому приурочено к «семерке» также было решение все силы бросить, вплоть до того, что пускай там погибнет еще несколько тысяч, но заявить о захвате Бахмута. Что? Пригожин – это как бы основной организатор-исполнитель. Он заявляет о том, что именно он, а не вооруженные силы России, это уже пока это его противостояние. Ну, фактически с ценой уничтожения всего подразделения, мы уже говорим, почти 80-90% уничтожения личного состава. Он как бы выложился, ну а дальше уже, конечно, будет манипулировать то, что он выполнил задачу, и будут уже выполнять какие-то другие задачи там в Судане или в Центрально-Африканской республике, где он там постоянно имеет свои базы с алмазами. Поэтому дальше в него ресурсов просто нет. Новые санкции от Евросоюза зацепят и китайские компании тоже. Всего в списке ограничений 90 субъектов. Как заявила председатель Еврокомиссии, эти компании помогают России обходить санкции. Именно поэтому в 11-м пакете санкций у нас более 90 компаний по всему миру, в отношении которых мы имеем четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть поставляют санкционные товары непосредственно в Россию и с Европейского Союза в обход через третьи страны. Как говорит Урсула фон дер Ляйн, в этом списке около 8 компаний, зарегистрированных в Китае. Министерство иностранных дел Китая уже высказывало свое негодование по поводу санкций. Представитель МИД этой страны Ван Венбин говорил, что если санкции вступят в силу, Китай будет защищать свои интересы. ЕС впервые применяет санкционный механизм по отношению к третьим странам, именно в 11-м пакете. К странам, которые считаются причастными к механизмам обхода санкционных ограничений. Как китайские реагируют по поводу санкций? Они поддерживают. Не публично, не так как я, когда я все время говорю об этом. Нет, они очень спокойно, не публично. Может быть, я не вижу все, но у меня доступ к информации довольно достаточно. И очень интересно, что они не помогают Путину. И особенно, когда мы говорим о технологиях, это крайне важно, потому что у них есть технология, но они не дадут. И иногда я думаю, что если такие союзники в России, может быть, люди в Кремле должны передумать их позиции в мире. Умер замминистра науки и высшего образования России Петр Кучеренко, муж певицы и члена общественной палаты РФ Дианы Гурской. Ему стало плохо в самолете во время возвращения с Кубы, где он был в составе российской делегации. Борт посадили в минеральных водах, но спасти Кучеренко врачи не смогли. О причинах пока не говорят. А в России продолжают уставать и укладываться поезда. Теперь в Забайкалье 12 вагонов решили сойти с рельс. Угрозы для экологии нет, говорят в МЧС региона, но что перевозили такое, что пришлось уточнять, тоже не говорят. В Тбилиси прошел очередной митинг против авиасообщения с оккупантами. Люди собрались у парламента Грузии с требованиями запретить самолетам летать в Россию и из России. Требовали освободить задержанных на дневной акции в Кахетии, куда приезжала дочь Лаврова на свадьбу. Президент Грузии объявила бойкот авиакомпании, которая осуществляет эти перевозки, и говорит, что Джорджиан Эйрвейс, возобновляя полеты в Россию, просто хочет заработать. Самой компанией заявили, что не пустят президента на борт. Ну а пока продолжаются митинги и протесты, пока президент страны спорит с авиакомпанией, Грузия становится вторым по популярности направлением после Турции среди россиян. Люди выходят на улицы Молдовы на митинг, на который еще месяц назад созывала президент страны Майя Санду. Митинг в поддержку евроинтеграции планировался давно, надеемся, что все пройдет без провокаций. Мы получили беспрецедентную поддержку Евросоюза. И сам факт, что 1 июня в Молдове состоится этот европейский политический форум, это говорит тоже о беспрецедентной поддержке республики Молдова. Визит главы военного комитета НАТО – это тоже символ, но за этим символом скрывается конкретная многоплановая деятельность. То есть Молдову поддерживают по всем, не говоря уже о том, что будет гражданская миссия по поддержке безопасности. То есть нас берут в хорошем смысле под опеку, под крыло. И я уверен, что все эти кремлевские сценарии, они обречены на провал. Что, в общем-то, случается каждый раз, когда наблюдается консолидация общества на основе каких-то европейских идей при внятной поддержке со стороны Евросоюза и НАТО. В Беларуси создали дрон Камикадзе. В принципе, любой созданный в Беларуси дрон автоматически становится Камикадзе, но там заявляют, что этот беспилотник может заинтересовать Россию. Образец представлен на выставке в Минске, а я приглашаю вас в комментарии. Пишите, если узнаете, на какой дрон с Алиэкспресс или другого сайта, похоже, это штука. Теперь нужно начинать переживать полякам. Ведь не далее, чем в понедельник, Российская Госдума рассмотрит вопрос мер против Польши. Страшно стало уже. На самом деле будут рассматривать вопрос транзита фур через территорию РФ. Такое предложение изначально высказал глава Думского комитета по транспорту Евгений Москвичев, который решил, что запрет польского грузового автотранспорта в России будет достойным ответом на действия варшавских властей, которые забрали у российского посольства помещение, в том числе и школу. Кроме запрета на транзит польских фур через Россию, предлагается повысить для них цены на топливо на российских заправках. Л. Логика. Польша придала историческую память. В послевоенное время советский народ, отрывая от себя, потратил на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 миллиардов долларов. Польша существует как государство только благодаря нашей стране. Отказавшись от общей истории, надругавшись над памятью наших солдат и офицеров, Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы. Кроме того, правильно будет запретить Польше наживаться на Россию сегодня, прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. 21 мая – День солидарности с политзаключенными Беларуси. В этот день был замучен в застенках белорусский патриот Витольд Ашурак, которому придуманный приговор стал смертельным. Тысячи белорусов находятся в тюрьмах режима, тысячи были вынуждены покинуть страну, чтобы не стать жертвой политических репрессий. По информации правозащитников, в общей сложности почти за три года с уголовным преследованием столкнулись не менее 4300 человек. Прямо сейчас в местах несвободы в ужасных условиях содержится не менее полутора тысяч политзаключенных, каждая десятая из которых – женщины. Спасибо, что вы с нами, смотрите нас и доверяете. Давайте еще поставим лайк этому видео и подпишемся на канал. Так нужно сделать, чтобы нас с вами становилось больше. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова